Здравствуйте! Прошла неделя и программа событий культурной жизни снова с вами. Сегодня в выпуске. В Государственном музыкальном театре национального искусства премьера. Прогулки по Парижу в Замоскворечье. Венский филармонический оркестр в Москве. В Государственном музыкальном театре национального искусства под управлением Владимира Назарова состоялась премьера спектакля «Аладдин». Это дебютная работа молодого режиссера Артема Назарова, который считает, что постановка интересна сочетанием фольклорных и авторских традиций, современным ярким оформлением и присутствием культурных обычаев разных стран мира. Ставшая крылатой фраза «В Багдаде все спокойно» увы далека от реальности. Да, растет стабилизационный фонд, да, укрепляется вертикаль власти и неизменно растет рейтинг султана. Но мало кто из жителей столицы догадывается о том, что в действительности происходит за стенами дворца. Таков «Аладдин» нашего времени, афористичный и освеженный множеством аллюзий, ассоциаций и ссылок на современность. Его восточные краски ослепляют, ритмы зачаровывают, а шутки заставляют бесконечно смеяться. Нам доложили, что личность, похожая на визиря, была замечена в нашем гареме и занималась там, понимаешь, неподобающими вещами. Конечно, когда появляется мысль, появляется конкретный персонаж, но потом появляется собирательный образ, потому что ссылаться на кого-то конкретного и рисовать с него одного – это просто неинтересно. Для этого существует в частности телевидение. Вы снимаете персонажа и все его видят. А вот собрать из этих черточек, принадлежащих отдельным людям, человека полноценного, интересного, странного, смешного – вот в этом, собственно, роль, наверное, драматурга, писателя. Детская публика, которая на этом спектакле составляет добрую половину, отлично реагирует и на пантомиму глухонемого Мустафы, кстати, начальника службы безопасности, и на риторический вопрос султана, и на очаровательные манеры мамы Аладдина – настоящей знойной женщины, мечты поэта. Но дороже всего детям добрая сказка о любви капризной царевны Буду и бедняка Аладдина. А любовь, как и положено, не дрогнув, выдержит множество испытаний, как и дружба Аладдина и Джина. Сюжет достигает кульминации, когда колдун, обманом завладевшей лампой, велит убить Аладдина. Но конфликт классической трагедии – нарушить долг служителя лампы или стереть друга в порошок – находит простое решение. Джин не перестает быть рабом, но все-таки делает выбор – в пользу новой лампы и старого доброго друга. Собственно, вся борьба-то и в сказке, в большом счете, происходит из-за власти. И джин как символ этой власти. Естественно, здесь – это визирь, который хочет занять место султана. Это султан, который вынужден это место отстаивать, при том, что не имеет ни малейшего желания на нем оставаться. Это, естественно, колдун, который тоже стремится занять главенствующее положение. Место ли султана, или в конечном итоге – властителя мира, и даже в какой-то степени Аладдин. Аладдина, поставленного в театре Назарова, впору назвать многослойным восточным пирогом. Это как пыхловой, в которой тесто – это тысяча и одна ночь. Начинка с изюмом, зажигательными восточными танцами и вокалом. Ну а пряность – та самая сатира, которая восточную сказку делает похожей на русскую гыль. Неплохо, неплохо. Поддержал марку нашей вокальной отечественной школы. Жалую тебя, званием золотой голос Богдана. Сказка-ложь – давний намек. Добрым султанам всех времен и народов урок. Все, хватит. На прошедшей неделе в Московском Международном Доме Музыки состоялось довольно необычное, но яркое и интересное событие. Праздновали бурятский национальный праздник Саалган или Новый Год по лунному календарю. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент Ольга Лебедева. Саалган – буддийский Новый Год или праздник Белого Месяца. Он проходит под эгидой правительства Москвы и проводится ежегодно. Это событие имеет большое значение и для бурят, которые чтут свои традиции, и для людей других национальностей, уважающих как свою культуру, так и культуру других народов. Здесь он проводится для того, чтобы поддерживать традиции нашего бурятского народа, и для того, чтобы мы все здесь, буряты, проживающие в 6000 километрах от нашей малой родины, чувствовали себя такими объединенными, дружными и сильными. Саалган отмечается с 13 века по приказу хана Хубилая, внука Чингисхана. Встречает буддийский Новый Год в конце зимы, в начале весны, в первый день Новолуния. Празднование начинается с богослужений в храмах. Считается, что во время молебна нужно обязательно помолиться за благополучие в наступающем году. Для застолья традиционно готовятся блюда из молока, так как белый цвет символизирует чистоту помыслов, здоровье и процветание. Когда гостю предлагают отведать молочную пищу, то говорят сагалакты. Возможно, отсюда и название – сагалган. В этот месяц принято почитать своих стариков, своих предков и радоваться успехам друг друга, встречаться, ходить в гости, принимать гостей и желать друг друга светлой дороги. Праздник Белого Месяца, имеющий многовековую традицию, тесно связан с буддийским мировоззрением и духовным развитием человека. Целый месяц продолжаются новогодние празднества, песни, танцы, игры, состязания. Участвуют все, от мала до велика. Говорят, силы народа в его единстве. Хорошо, если бы каждый народ уважал и чтил свои многовековые традиции. Звуки аккордеона, легкий запах кофе, жареные каштаны и элегантная девушка, бегущая по бульвару одного из самых красивых городов мира. О чем это мы? Так ведь весна, господа, и опять по традиции хочется в Париж. Это, казалось бы, нереализуемое желание можно исполнить. Как, спросите вы? Да очень просто. В одном из переулков за Москворечьей открылась выставка авторской коллекционной куклы «Прогулки по Парижу». От центра Москвы до Парижа оказывается рукой подать. Зазвучал аккордеон, улыбнулась девушка за соседним столиком уличного кафе. И вот вы практически на Элисейских полях, среди тех счастливцев, что любуются красотой весеннего Парижа каждый день. И не важно, что вся эта публика игрушечная, от этого она вовсе не перестает быть парижской. Ну, мне кажется, что в Париж хотел бы попасть или был хотя бы когда-нибудь любой человек. И, по-моему, это традиционное русское чувство, опять хочется в Париж весной. И поэтому мы решили сделать вот такой подарок москвича. Маленькая нищенка Казетта когда-то мечтала о кукле. Теперь куклой стала она сама. Рядом гаврош, пьеро и дюжины великосветских барышень, одетых по последней парижской моде. Но подобное соседство малышку Казетту нисколько не смущает. Ведь в кукольном мире изысканность снарядов и богатство кружев отнюдь не самое главное. Мостик между автором и зрителем, вот это самое важное, и он возникает правильно, если кукла сделана гармонично. Это не зависит от того, какая это техника или какие-то краски были использованы. Мне кажется, что это не просто связь с детством, а это желание смоделировать свой собственный взрослый мир. То есть художник, который делает куклу, он делает ее такой, который он хочет. Самые именитые творцы кукольного мира обитают на Олимпе, конечно же кукольном. Так попросту можно назвать гильдию Ниада, в которую вхожи всего 70 мастеров со всего мира. Среди этого пантеона Татьяна Баева, русская мама французской девочки по имени Зефири. Зефир – это и нежный ветерок, и легкий десерт, который не испортит французскую фигуру. Гастрономические изыски Франции – это особая тема. Здесь и сыры, и круассаны в самых неожиданных вариантах, и излюбленные деликатесы – лягушачьи лапки. Моя работа называется «Бон аппетит», «Приятного аппетита». Я представила здесь повара, который для своих любимых клиентов, постоянных, изловил наисвежайшую лягушку. Ну, ведь все знают, что во Франции, Франция известна своими интересными блюдами из лягушек. Куклы шутят, грустят, влюбляются, прогуливаются вдоль набережной сены и выгуливают своих питомцев. А главное – мечтают. Совсем как мы, настоящие, мечтаем весной о Париже. Венский филармонический. Наверное, нет другого оркестра, который в такой степени связан с историей и традициями европейской классической музыки. Даже на фоне интереснейших событий этого сезона, его российские гастроли можно назвать явлением с большой буквы. За пультом Даниэль Баренбойм – гениальный музыкант и храбрец, впервые исполнивший музыку Вагнера в Израиле. На этот раз в программе Моцарт, Брукнер и тот самый Вагнер. Знаменитый оркестр может даже претендовать на роль одного из символов всей европейской цивилизации. Музыка – универсальный язык многонационального континента, своего рода эсперанту. Репертуар – панорама духовных исканий европейского гуманизма. Звук, увлеченная исполнительская самоотдача, даже естественная элегантность внешнего облика музыкантов – все элементы на протяжении почти двухвековой истории коллектива гармонизовались в уникальное целое. Программа «Московских вечеров» была выбрана маэстро Даниэлем Баринбоймом, знаменитым дирижером, пианистом, гуманитарным деятелем с активной общественной позицией. Баринбойм – очень популярный и очень востребованный во всем мире дирижер. Это один из лучших современных дирижеров мира. Фрагменты из опер Рихарда Вагнера, концерт Моцарта, симфонии Антона Брукнера и Роберта Шумена. Известно, что Баринбойм более всего пристрастен к Вагнеру. Его музыкой он дирижирует без партитуры. Впрочем, его феноменальная память позволяет играть наизусть любое самое большое симфоническое полотно. Шумен и Вагнер, конечно, потрясающий композитор. И каждый раз это просто восхищение, ими наслаждаться, слушать музыку снова и снова. И я очень ждала этого концерта. Традиции венского филармонического – совсем не мертвые штампы. Он играет с очень разными дирижерами. Венцы принципиально упразднили пост главного. Ему близка стихия танца, ведь австрийская столица дала миру Ланнера и музыку семьи Штраусов. Оркестр открыт для влияния еще и потому, что за его пультами сидят музыканты из разных стран, в том числе и России, к нашей большой гордости. Казалось бы, понятны все слагаемые успехы оркестры. Но при этом тайна его творчества до конца непостижима и прекрасна этой непостижимостью. Московская филармония в свой юбилейный 85-й сезон наглядно демонстрирует огромное жанровое разнообразие. Поэтому и в нашем выпуске соседствуют симфония и джаз так же, как они сменяли друг друга на сцене концертного зала имени Чайковского. Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь. Невозможно не согласиться с поговоркой. Зал имени Чайковского. Через несколько дней женский праздник. За подарком, приготовленным в джазовом абонементе, стоит именно любовь музыкантов и не только к дамам, а ко всей своей публике. Пять лет назад в этом зале мы сыграли свой первый концерт «Джаз для любимых женщин». Каждый раз мы готовим что-то новенькое для этого дня, для этого концерта. И сегодня мы откроем концерт вальсом, который специально написан для этого концерта. Он называется «Вальс для любимых». Автор этой нежной, ласковой музыки Михаил Иванов. Это под его пальцами рояль звучит хрустально и изысканно. А теперь, внимание, на контрабасе играет Андрей Иванов. За барабанами Игорь Бутман, саксофонист Бутман, но уже Олег. Нетрудно догадаться, почему проект назван «Четыре брата» – «Фо Брадзос». Когда мы на сцене, мы действительно единый организм. Братская, так сказать, у нас поддержка есть, братское взаимопонимание и братская, так сказать, любовь к тому, что мы делаем. Любимые мои пластинки были братья Кеннабал Эдерли. Братья Джимми и Перси Хит, это такие музыканты родственные. Братья Джонси, Элвин Джонс, Хэнк Джонс и Тед Джонс. Но все равно, мне кажется, музыка нас всех объединяет, делает нас ближе и роднее. Поэтому, конечно, в общем-то, все мои братья. Десять лет назад вышел альбом этого братского квартета, и с тех пор им все интереснее и интереснее играть вместе. Все, конечно, очень заняты, и океан их разделяет. Игорь Бутман сейчас живет и работает в Нью-Йорке. А теперь послушайте, что выходит, когда они встречаются на российской сцене и играют русскую народную «Отдавали молодую». Камерный оркестр музыка «Вива», играя Баха, Моцарта и Вивальди, был полностью в своей стихии. А кроме этого Михаил Иванов сделал партитуры, где струнные как краска используются в джазовых композициях. Идет хороший, хороший, интересный диалог между симфоническими, академическими музыкантами и джазами. И те, и другие друг к другу стали более серьезно относиться. Классические музыканты меньше смотрят свысока, а джазмены как бы не показывают, что они вот такие все в себя виртуозы. Был совершенно особый момент. Бутман любит играть вокалист Сергея Рахманинова, в котором его саксофон как будто вспоминает, что изобретался для симфонического оркестра и только потом влюбился в джаз. Одна из самых известных и любимых джазовых тем – мелодия Пола Дезмонда «Take Five». Дай пять, мы так в шутку можем друг друга поприветствовать. Есть еще один смысл – музыкальный счет на пять четвертей, который и придает теме своеобразие. Пятерка музыкантам. Праздничное настроение они нам подарили отличное. Тоже на пятерку. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Встретимся через неделю. Всего хорошего.